Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами канал Сельская Жизнь и я, Юлия. Сегодня мы с вами будем готовить чебуреки. Что нам для этого потребуется? Нам потребуется для этого тесто, фарш с луком и подсолнечное масло для жарки. Тесто заводится обыкновенное пельменное. Одно яйцо, яйцо разбить, сюда же стакан воды, чайную ложечку сахара, чайную ложечку соли, и мука. Больше в тесто ничего не нужно. Муку обязательно просеиваем, чтобы тесто было воздушное. Замешиваем в чашке так, чтобы было туго мешать. А затем будем домешивать на столе. Вот такое тесто получилось. Видите, какое такое, комочек уже. Но он еще будет липнуть к рукам. Теперь мы добавляем муку на стол. И дальше будем замешивать на столе. Выкладываем сюда тесто. Сверху подшикаем тоже немного муки. И вымешиваем тесто здесь на столе. Тесто должно быть эластичное, но не тугое. Ну вот, наше тесто готово. Сейчас мы займемся фаршем. Тесто мы приберем в мешочек. И положим здесь. Не надо его убирать никуда. Потому что сейчас мы сделаем фарш. И начнем с тряпки. Итак, полкило фарша, головка луковицы. Можно натереть лук на терке. Можно перекрутить через мясорубку. Можно просто мелко попорезать. Перемешиваем лук с фаршем. Обязательно нужно фарш посолить. Солим по вкусу, но фарш должен быть солоноватый, потому что недосоленый фарш будет невкусным. Теперь будем разводить фарш. Я развожу просто кипяченой водой. Наливаю чуть-чуть воды. Перемешиваю. делаем это до того, как фарш будет мягкий. И тогда в наших чебуреках появится сок, который не даст мясо подсохнуть. Лук, соль, водичка будут давать такой очень-очень вкусный бульончик внутри. Еще чуть-чуть разбавляем. здесь у меня говядина, фарш говядина и курица. Курица сама по себе мягкая и фарш у нее не такой сухой. Когда делаете мясной фарш только из говядины и свинины, то разбавлять нужно побольше. Вот еще чуть-чуть я добавлю. Вот в общей сложности сколько я добавила воды наверное грамм 150 может быть 180 в общем около стакана. Я вот думаю что мне достаточно такого фарша. Больше я сюда не буду лить воды. Итак, теперь готовим заготовки для того, чтобы нам потом наши чебуречки обжаривать в масле. отрезаем небольшой кусочек теста. Раскатываем овальчик. Кто любит маленькие чебуреки, можно отрезать небольшой кусочек теста. И раскатываем тоненький такой овальный блинчик. вот такой овальный блинчик. Теперь берем фарш и на одну сторону нашего блинчика до серединки мы кладем наш фарш. с краев оставляем примерно сантиметр, чтобы нам залепить края. Вот так. И теперь сверху накрываем и защипляем. Кто как хочет. Можно это сделать вилочкой, можно пальчиком, ложечкой. В общем закрепляем края, чтобы наше тесто, то есть наше мясо, чтобы не выпало оттуда. Итак, один чебуречек наш готов. Вот такой получился чебуречек. продолжаем заготавливать наши чебуреки, а потом будем жарить их. У меня получилось 9 штук. Такие они не маленькие получились, хорошие такие. Больше даже, ладошка. Так, фарша у меня правда немного осталось. этот фарш я уберу в холодильник, в морозилку. Итак, идем жарить. Итак, ставим сковороду, включаем газ, наливаем подсолнечное масло и ждем, когда оно разогреется. Когда масло разогрелось, опускаем туда наши чебуреки, зажариваем сначала с одной стороны, потом переворачиваем и с другой. Переворачиваем и зажариваем до такого же цвета с другой стороны. Продолжаем жарить наши чебуреки. Ну вот, мы нажарили наши чебуреки. Давайте посмотрим, что же там у нас внутри. Так, сверху я не буду брать, очень горячий. вытащу какой-нибудь тут вот из середины. Давайте, вот я сейчас разрежу. Посмотрите, сколько вытекло рассола, сока. Мясо беленькое, все пропеклось. в тарелочке растол прям вытекает из чебурека. Видите, как капает. В общем, всем приятного аппетита! С вами была Юля на канале Сельская жизнь. Подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось мое видео, ставьте пальчик вверх. До новых встреч! Пока! Пока!